Здравствуйте, с вами программа 300 секунд. Сегодня за два дня новости будут, так что чуть больше. Значит, в Linksys Smart Wi-Fi роутерах найдено несколько критических уязвимостей. Нашли их Исследователи из компании IO-Active. Уязвимости позволяют насильно перезагрузить роутер, запретить доступ пользователя к управлению роутером, приводят кутички, критическая информация о роутере, о подключенных устройствах и изменить какие-либо настройки, которые позволяют запретить доступ к этому устройству. Очень много устройств нашли в районе 20 моделей Linksys роутеров, которые подвержены этой атаке. Просто там Шоден показал минимум 7000 уязвимых устройств в интернете в момент сканирования. Есть Security Advisor в Linksys, как бы апдейты, патчи, но как бы поскольку это роутеры, то время для delivery патча оно очень возрастает. Отличная контора, которая мутит с рекламным трафиком, называется Traffic Alchemic, химичит с трафиком, значит, превращает, так сказать, покупает трафик с порно-сайтов, торрентов, всевозможных не очень хороших сайтов и оборачивает их таким образом, что Google, Twitter определяют этот трафик как легитимный и за него начисляют деньги. В среднем, ну, там какое-то гигантское количество трафика они проворачивают. Вот, вот, в общем, это такая достаточно серьезная проблема сейчас. Вот, значит, исследователь Ариэль Зеливанский нашел уязвимость в Яваскрипте, в Яваскрипт Фетч Респонзе, в ЭДЖЕ, в которой Microsoft говорят, что это не уязвимость, и так и должно быть. Хотя в спецификации написано, что так не должно быть. Вот, почитайте, интересно. Значит, безопасник Лукаш Олейник нашел уязвимость в сенсорах, датчиках диммеров света, которые позволяют вычитывать QR-коды и всевозможные штуки, находящиеся в зоне действия этих датчиков. Вот, и, как бы, ну, сообщают об этом, обращают на это внимание. Значит, Митрополитен-полиция Лондона обнаружила утечку данных владельцев огнестрельного оружия. 30 тысяч записей о том, кто владелец оружия, где он находится и так далее, они были украдены неизвестными хакерами, но, как бы, инцидент был, собственно, доступен. Значит, уже проявилась какая-то ситуация, что владельцы оружия начали получать некие сообщения, письма о том, что вот за 9 фунтов в месяц вы можете получить, как бы, protection, так сказать, ваших стволов. Вот, значит, суд США Калифорнии признал то, что данные, находящиеся за пределами США, Google должен выдавать, потому что они, как бы, имеют визбилити из Калифорнии. Все, и, как бы, это подпадает под юрисдикцию Калифорнии. То есть, если у вас e-mail находится, понятно, где, то физически данные с e-mail находятся где-то в другой стране, в сравнении они попадают под юрисдикцию США и, как бы, судебные приставы могут получить службу, могут получать информацию. Значит, последняя новость на сегодня. АНБ, вот эта утечка, которая была в последнее время, она дала себе знать, из вот этого toolkita, некая группа Equation, значит, Shadow Brokers, через Shadow Brokers это все утекло, некая группа начала использовать два tool'а, Blue. Вот, это, как бы, утилиты для SMB хакинга и бэкдоры, значит, уже было заряжено, там, несколько тысяч химеров с компьютеров, это уже подтвержденная информация, собственно, можно почитать. В принципе, все на сегодня, спасибо за внимание, пока. Субтитры создавал DimaTorzok